Здравствуйте, меня зовут Ольга Дружинина. Я работаю в Московском музее дизайна и сегодня расскажу вам про радиоприемники. Для большинства из нас этот предмет уже становится пережитком прошлого. Мы слушаем интернет-радио и для этого нам не нужны специальные устройства. Но еще 50 лет назад радиоаппаратура была одним из самых популярных видов бытовых предметов. Спрос на них был большой. Модели выходили часто, менялись очень часто. Но что интересно для нас, это то, что дизайнеры каждый раз при их проектировании старались использовать новые материалы, новые технологии. На пяти примерах сегодня покажу вам, как это происходило, а в конце немного расскажу о том, как радиоприемники повлияли на современные смартфоны. Итак, наш первый рассказ о вот этом радиоприемнике, который называется ECO AD65, ну или AD65, как его иногда называют. И это один из самых классических примеров радиоприемников. Был он сделан в начале 30-х годов в Великобритании. Вообще, в начале 30-х годов для миллионов людей беспроводная связь, так тогда ее называли, становится одним из основных источников и информации, и развлечений. Соответственно, спрос на радиоприемники рос, но в то же время было огромное количество компаний, которые радиоприемники выпускало, соответственно, была конкуренция. И вот в 1934 году британская компания E.K. Cole, отсюда, собственно, и название этого радиоприемника, объявила конкурс на дизайн для нового прибора. Дело в том, что до этого радиоприемники выпускались в таких деревянных корпусах. Они должны были идеально вписываться, просто мимикрировать под мебель и выглядели как мини-шкафы. Но компания хотела чего-то другого, абсолютно нового. На конкурсе победил проект AD65, собственно, вот его и вы видите сейчас на своих экранах. А автором его был архитектор Уэллс Коутс. Это один из самых выдающихся представителей британского модернизма. Коутс родился в Токио, видимо, отсюда его любовь к такому вот минимализму. Инженерное образование он получил в Канаде, потом переехал в Великобританию. На протяжении долгих лет он жил в Лондоне и Париже, кстати, работал журналистом. И в Париже познакомился с идеями Ле Корбюзье, очень прониксями, а через какое-то время даже спроектировал несколько достаточно известных зданий. Но мы будем говорить о его дизайнерских проектах. И вот в дизайне, в его работах он объединил простые модернистские формы и самые современные на тот момент материалы. Вот этот радиоприемник сделан из бакелита. Это первый синтетический пластик, которому можно было придать абсолютно любую форму. Вообще говоря, бакелит был изобретен еще в 1907 году американским химиком бельгийского происхождения Лео Бакеландом. Но огромную популярность он получил только в 1927 году, спустя 20 лет, когда у Бакеланда закончился патент. И различные компании-дизайнеры стали экспериментировать с формулой для того, чтобы придать материалу новые цвета. Из таких еще приятных бонусов, которые давало использование бакелита, было то, что он теплый. Его иногда даже называют теплый пластик. В отличие от обычного пластика, он более приятный на ощупь. И когда бакелит был вот так вот усовершенствован, из него стали делать практически все, начиная от часов и заканчивая украшениями. Но вот этот радиоприемник – это один из таких классических примеров использования бакелита для бытовых изделий. Круглая форма радиоприемника, конечно же, была достаточно смелым стилитическим решением для 1934 года. Но отнюдь не в ущерб функциональности, потому что проектом занимался все-таки архитектор. Смотрите, настроечная шкала, которая располагается вот по краю, как бы примыкает непосредственно к ободу радиоприемника, она достаточно крупная. Что позволяло цифры, находящиеся на этой шкале, тоже делать крупными. Ну, во-первых, это удобнее видеть, а во-вторых, более крупный шрифт позволял сделать настройку более точной. Обратите внимание, что ножки и корпус соединены в один объем, это единое целое, и это придает приемнику устойчивость. Круглыми сделан также и динамик, и три ручки настройки. Причем все три ручки настройки сделаны из бакелита того же цвета, что и корпус. И опять же, это хороший дизайн. Это говорит о том, что это серьезный прибор, он смотрится как какая-то инженерная конструкция. Приемник был очень дешев в производстве. И вот его обтекаемая форма идеально подходила и под модернистские интерьеры, которые тогда только начинали входить в моду, и под интерьер ар-деко. Кстати, ар-деко очень любил бакелит под интерьер ар-деко, которые в середине 30-х годов из моды еще не вышли. Ну, поэтому он успешно продавался во всех странах, практически во всех странах. Второй экспонат, мне кажется, это один из самых красивых экспонатов, о которых я сегодня буду говорить. Это радиоприемник, который называется «Патриот». Был он сделан для компании «Эмерсон» в 1940 году. Как и в случае с ID.65, импульсом к его созданию стало очередное открытие в области химии. Где-то с середины 30-х годов химики нашли способ добавлять краски к составам, из которых делался пластик. И это дал абсолютно безграничные возможности для дизайнеров, в смысле выбора цвета для их проектов. В это же время в США появляется новый стиль, входит в моду обтекаемый стиль. Сначала он проявлялся исключительно в локомотивах и автомобилях, но постепенно распространился и на бытовые предметы, в том числе, например, на холодильнике. И вот цветной пластик и обтекаемый стиль американский дизайнер Норман Белл Геддес объединил в своем радиоприемнике. Напомним еще раз его название «Радиоприемник Патриот» для компании «Эмерсон». Его корпус сделан из каталина, это еще одно было открытие в области химии. Это разновидность пластика, которую заливают в свинцовую форму, несколько дней нагревают, а потом полируют до такого зеркального блеска, до абсолютно гладкой поверхности. И, конечно, приемники, сделанные из каталина, выглядели гораздо эффектнее, чем их предшественники из бакелита. Теперь обратите внимание на цвет. Для Патриот Агедес выбрал цвета американского флага. У динамика полосатая решетка, которая точно повторяет полоски на американском флаге. Надеюсь, вы видите, что на ручках рифленые звезды, тоже с американского флага. И эти же цвета использованы в настроечной шкале. Сама шкала белого цвета для контрастности, цифр сделаны синими, и красная стрелка, показывающая переключение с одного канала на другой, находится на синим фоне. Такой выбор цветов, конечно же, был не случайен. И не случайно название Патриот. Напомню, что это 40-й год. В Европе уже идет война. И в Америке настроения, в общем, тоже такие тревожные, думают о том, как складывать ситуацию, и не придется ли стране тоже вступить в военные действия. То есть в каком-то смысле этот радиоприемник должен был поднять национальный дух. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Смотрите на те же самые полоски, о которых я уже говорила, которые закрывают динамик. С помощью отливки Геддесу удалось их изогнуть и придать им форму, которая была характерна для декоративных элементов на зданиях, архитектурных строениях этого периода. И, кстати, Норман Белл Геддес был хорошим рисовальщиком. Для всех своих проектов он делал очень тщательные эскизы. Если в проекте был важен цвет, как в данном случае, он делал это цветными карандашами. И к этому приемнику сохранилась масса эскизов, в которых Геддес использует вот эти три цвета, но абсолютно в других комбинациях. Следующий сюжет связан с Японией. Это транзисторный радиоприемник Sony TR55, 1955 года выпуска. Японское экономическое чудо в послевоенный период в первую очередь было связано с компанией Sony. В первые месяцы после окончания войны, так же, как во всем мире, радиоприемники были очень популярны, стали пользоваться невероятным спросом. Японское общество стало более свободным после окончания войны, и люди хотели получать информацию со всего света. Оценив связанные с этим перспективы, молодой инженер Масару Ибука в 1945 году открыл в Токио небольшой офис. Его компания поначалу занималась тем, что ремонтировала радиоприемники и делала адаптеры, которые позволяли переделывать коротковолновые приемники в те, которые будут работать на абсолютно всех диапазонах. Фирма довольно быстро развелась и через какое-то время стала выпускать уже собственные изделия. Но настоящий прорыв произошел в 1954 году. Ибука узнал, кстати, практически случайно от своего американского приятеля, о том, что одна американская компания Western Electric предлагает всем заинтересованным купить лицензию на выпуск транзисторов. Транзисторы были изобретены в одной из лабораторий этой компании еще в 1947 году. Масару Ибука решил купить эту лицензию, на самом деле, поначалу совершенно не понимая, зачем она ему была нужна. Дело в том, что транзисторные технологии на тот момент были в таком зачаточном состоянии. Они могли работать только на низких частотах и, соответственно, в основном использовались для слуховых аппаратов. Но так же, как это было в 1945 году, когда он интуитивно почувствовал направление, в котором нужно развиваться, точно так же Ибука подумал, что надо купить эту лицензию, а там его специалисты уж придумывают, что делать дальше с этими транзисторами. Параллельно с заключением сделки с американской компанией Ибука путешествовал по Европе. В том числе он был в Нидерландах, заехал на концерн Philips и тщательно изучил ту продукцию, которая производится на этом концерне и понял, что это то самое направление, что надо заниматься радиоприемниками. И уже через год, в 1955 году, компания Ибуки выпустила первый транзисторный радиоприемник, который вы у себя сейчас на экранах видите. Его размеры были приблизительно 9 на 14 и на 4 см, он был совсем маленький. Весил он около 560 граммов. И так началась миниатюризация радиоаппаратуры. Одна из тем дизайна, которая на протяжении долгих лет, и даже до сих пор, будет ассоциироваться именно с японскими товарами. Радиоприемник был в цветном корпусе, у него была очень необычная шкала настройки. И штампованная алюминиевая облицовка динамика напоминала приборную панель автомобиля Lincoln. Конечно, такой футуристический дизайн сразу же сделал его популярным. Ну и еще один пример, который нельзя не показать, раз уж мы говорим про Sony. Через два года, в 1957 году, компания совершила еще одну революцию, выпустив первый в мире карманный радиоприемник TR-63. Его вы видите сейчас на экране. На самом деле, так родилась идея слушать радио на ходу. Его размеры были приблизительно 11,7 и 3 см. Шкала настройки выглядела как циферблат часов. Выпускался он в четырех цветах – зеленом, красном, желтом и черном. Абсолютно минималистичный по стилю. Удобный, инноваторский. Это был первый предмет, который выпускала компания Sony, который экспортировался в Америку. Несмотря на то, что он был достаточно дорогой, стоил приблизительно 40 долларов. Если я не ошибаюсь, то на сегодняшний день это где-то около 140 долларов. Он моментально стал хитом продаж. И только в США в ближайшее время было продано 100 тысяч штук. Вот такие простые, абсолютно утилитальные предметы показали всему миру, как далеко продвинулась Япония в середине 50-х, в конце 50-х годов. Дело в том, что до войны и после окончания войны японский товар пользовались дурной славой. Они, конечно, были достаточно дешевые, поэтому их покупали, но качество было низкое. Вот в середине 50-х годов Япония делает ставку на авангардные дизайнерские решения и новейшие технологии. И это оказалось очень правильным, потому что просто в ближайшее время абсолютно изменилось к ней отношение, к этой стране, к ней отношение в мире. Следующий объект, о котором я вам хочу рассказать, это одна из знаковых вещей советского дизайна. И это радиола, которая называется Ригонда. И она совмещала в себе даже два прибора. Большие корпуса ламповых радиоприемников давали возможность размещать в ней еще и электропроигрывающее устройство. Без Ригонды в 1960-х годах совершенно невозможно было себе представить ни одну вечеринку. Ее дизайн создал известный латышский художник Адольф Ирбите, который руководил конструкторским бюро на радиозаводе имени Попова. Его проекты получали массу наград, в том числе на крупных международных выставках, например, в Париже в 1937 году или в Брюсселе в 1958 году. Ирбита, кроме промышленного дизайна, занимался графикой, в том числе и прикладной, и книжной. Он делал логотип, разрабатывал фирменный стиль, упаковку и даже увлекался садовой архитектурой. Название радиола происходит от острова из романа Виллиса Лациса «Потерянная родина». И там этот остров – это метафора Риги. Легантная Ригонда выполнена в стиле, очень характерном для советской мебели 60-х годов. Стиль этот называется «mid-century modern» – модернизм середины века. Середина, потому что он возник на Западе в 50-е годы, а в нашу страну, в Советский Союз, он перешел только в 60-е годы вместе с хрущевской отцепелью. В то время в стране стало проводиться достаточно большое количество выставок дизайна. Кстати, одна из них проходила даже в Пушкинском музее, это была выставка финского дизайна. Стали появляться дизайнерские журналы западные, в том числе, например, знаменитый итальянский «Домус». А еще одной связующей нитью между СССР и Западом был известный польский дизайнер Ежи Солтан. Он приезжал часто в Советский Союз, он дружил с советскими дизайнерами, и таким образом польский дизайн, который на тот момент стал уже вполне самостоятельным явлением, проник и в Советский Союз тоже. Ну и, конечно, Прибалтика, которая всегда была ближе к Западу, ориентировалась на Запад. А завод, о котором я сейчас говорю, радиозавод имени Попова находился в Риге, особенно была подвержена западному влиянию. Какие же признаки вот этого стиля мы здесь видим? В первую очередь это расставленные, длинные, такие очень элегантные конические ножки. Это один из основных признаков стиля модернизма середины века. Кстати, эти ножки выкручивались, и радиолу можно было поставить непосредственно на пол. Ручки, регулировки и кнопки сделаны из пластика, но цвет их подобран так тщательно, что это выглядит почти как слоновая кость. И вообще кнопки напоминают клавиши пианино, да и весь этот прибор в Самаре Года мне тоже кажется похожий на какой-то музыкальный инструмент. И в тон кнопкам подобрана ткань, которая закрывает динамик. Ну и таким бонусом приятным лампочка на шкале настройки, лампочки благочисленные на шкале настройки подсвечиваются в темноте. Сейчас Ригонда считается одним из таких классических примеров хорошего советского дизайна. Она есть в нашей коллекции, мы ее регулярно показываем на всех выставках, в том числе зарубежных, и она всегда абсолютно, абсолютный хит. Следующий, последний сюжет, о котором я расскажу, это портативный транзисторный приемник Т24, который был сделан в 1956 году для компании Браун. В период с середины 50-х годов и до конца 70-х годов фирма Браун без преувеличения определяла облик повседневных вещей. И во многом это происходило благодаря гениальному немецкому дизайнеру Дитеру Рамсу. Рамс пришел работать в компанию Браун в 1955 году как дизайнер интерьеров, архитектор и оформитель выставок. Но уже через год, в 1956 году, он занялся разработкой проектов для изделий компании. Он возглавлял отдел дизайна в течение 34 лет, с 1961 по 1995 год. Проектировал практически всю линейку продукции, начиная от часов и заканчивая калькуляторами. Но славу свою получил в основном за аудиоаппаратуру, в том числе за радиоприемники. Если сказать коротко, он создал некий визуальный стандарт, которому будет следовать вся хай-фай аппаратура в ближайшие последующие 30 лет. Что интересно, его первые проекты не имели молниеносного коммерческого успеха, поскольку слишком опережали вкусы широкой аудитории. До Дитера Рамса дизайнеры старались как бы одомашнить радиоаппаратуру, вписать ее в типичную гостиную, замаскировать под мебель. И Браунс сказал, что это неправильно, что продукцию Браун нужно представлять исключительно как техническое оборудование, которое должно выглядеть аскетично и серьезно. И вместо деревянных корпусов, которые делали столеры-краснодеревщики, он стал предлагать вот такие вот лаконичные пластиковые или металлические ящики без каких-либо украшений. Рамс на протяжении всей своей карьеры стремился редуцировать дизайн до минимально простого и в то же время максимально насыть его функциями. Он считал, что прибор должен быть чем понятнее и интуитивно доступнее потребителю, тем лучше. Минимум кнопок. Все, что сопровождается толстой инструкцией, обречено на провал. Кстати, именно Дитер Рамс первый совместил функцию включения и выключения и регулировки громкости в одну кнопку. Раньше для этого существовали две кнопки. Для него невероятно важны были детали. И однажды он, например, потратил почти 18 недель для того, чтобы найти оптимальное расположение ручек, рукояток на корпусе транзистора. Я выбрала этот портативный транзисторный приемник, во-первых, потому что это один из первых его проектов и один из самых известных, а во-вторых, потому что на нем как нельзя лучше можно объяснить, что такое браун стиль. Смотрите, это абсолютно симметричная конструкция. Цвет сдержанный. Вообще Дитер Рамс не любил яркие цвета, не любил пестрые цвета. Особенно в последних своих проектах, вообще в более поздний период, это либо черный, либо белый. До этого он позволял себе такие некие отклонения нейтральных цветов, например, серебристый, серый, бежевый или фисташковый, как здесь. Обычно позволял всего один акцент, вот так же, как здесь вы видите красное колесико и красные черта, которые показывают, на какой радиостанции установлен приемник, на шкале регулировки. Кстати, тщательно очень дизайнер подбирал степень прозрачности пластика, которая накрывала вот эту настроечную шкалу, для того, чтобы она была хорошо видна. И очень не менее тщательно подбирал размер шрифта, для того, чтобы с одной стороны было хорошо видно, и точно так же можно было очень аккуратно проводить настройку. С другой стороны, чтобы не было слишком крупно, чтобы эти цифры, буквы не были альповатыми и не теснились. Ну и, конечно, решетка, динамика – это просто серия горизонтальных прорезей на передней панели. Как я уже говорила, для Дита Рамс очень важны детали, и интересно всегда смотреть на его предметы, потому что у него и лицевая сторона, и задняя сторона всегда проработаны с одинаковой тщательностью. Вот эта любовь к минимализму, которую Дита Рамс привнес в браун стиль, с одной стороны, конечно же, наверное, определяется его личными вкусами, с другой стороны, она может объясняться в том числе и желанием порвать с визуальными традициями и особенностями визуального языка Третьего рейха, с его идеологической нагруженностью, с символикой, с орнаментикой. Я напомню, что речь идет о середине 50-х годов. Дита Рамс родился в 1932 году, кстати, он до сих пор жив и до сих пор работает. И в 1945 году ему было всего 13 лет. Как многие немцы того поколения, он хотел уйти от всего, что хоть как-то ассоциируется с нацистским прошлым. Ну и теперь обещанное сравнение того, что было и стало. Творчество Дитера Рамса повлияло на Стива Джобса и на Джонатана Айва, главного дизайнера компании Apple. Джонатан Айв практически в каждом своем интервью говорит о том, что работа Дитера Рамса – это основной источник его вдохновения. Я вам подобрала три примера, на самом деле их гораздо больше, и вы можете найти это, если вам это интересно, но это вот такие самые яркие и характерные. Вот смотрите, слева вы видите приемник Т3 Дитера Рамса 1958 года. Кстати, сейчас он находится в собрании Музея современного искусства Нью-Йорка, в знаменитой МОМА. А это всегда знак того, что это уже шедевр. А с другой стороны, вы видите первый АПО 2001 года. Следующий, еще одна каноническая вещь. Браун ET66, калькулятор, который сделал Дитера Рамса в 1987 году, чуть уже позже. Ну и тот калькулятор, который есть в любом айфоне. И последний пример – это динамик LE1 1959 года и монитор Apple iMac 2007 года. Вот так вот повлияло на современные смартфоны, на современную технику, к которой мы так привыкли. То, что было сделано почти 50 лет назад. На этом я заканчиваю наш сегодняшний эфир. Большое спасибо, что вы были с нами. Пожалуйста, пишите вопросы, комментируйте, расскажите нам о том, что вам еще интересно. И в следующий раз я вам обязательно об этом расскажу. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok